Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, это вообще последний ролик по поводу симуляции, как мы игроков симулировали, так мы и лиги симулировали. Это последний, во-первых, выпуск лиги через 5 лет. И, в общем, мы завершаем эту эпопею на нашем канале. Итак, сегодня напоследок я оставил, наверное, самое сладкое. Это французский чемпионат. Много здесь есть интересных футболистов, которые обязаны просто раскрыться через пару лет. Некоторые уже за один сезон раскрываются, так что давайте посмотрим на этот состав. В воротах у нас Джан-Луиджи Буфон и Антони Лопес. Слева в защите это Кюрзава и Минди. В центре защите Тиаго Сильва, Маркиньес, Глик, Наудо. Справа в защите Дани Алвес и Томас Минье. В центре полузащиты Драктлер, Верати, Фабрегас, Густаво, Пайет и Фекир. Слева в нападении Неймар и Градель. В нападении Кавани и Фалькао. Ну и справа в нападении Киллиан Мбаппе и Анхель Ди Марии. Ну что же, давайте посмотрим, как уже раскроется эта команда через один сезон. Итак, закончился первый сезон за нашу команду и ПСЖ заняли вторую строчку. Суперкубок Франции выиграл Монако, обыграв нас по пенальти. Кубок Франции выиграл Лион, обыграв Генгам со счетом 3-0. Ну и Кубок Лиги выиграл ПСЖ, обыграв финале Ниццу со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв финале Манчестер Сити со счетом 2-1. ПСЖ вылетели в 1-8 от Ювенпса со счетом 5-1. Лигу Европы выиграл Ливерпуль, обыграв финале Марсель со счетом 2-1. Больше всего матча за сезон отыграли Неймар и Сеск Фабрегас. Неймар же стал лучшим бомбардиром и также забрал звание лучшего ассистента этого сезона. Ну и Сеск Фабрегас отыграл больше всех насухо. Киллиан Мбаппе является самым молодым игроком нашего клуба. Ну и Джан-Луидж Буфон самым возрастным. Самый минимальный рейтинг в команде у Граделя 76. Ну и самый максимальный у Неймара 93. Больше всех за сезон прибавили Набир и Фекир и Ферлан Минди плюс 3. Ну и больше всех за сезон потеряли это Дани Алвес и Нальдо по минус 3. Джан-Луидж Буфон является самым дешевым нашим игроком 4 миллиона евро. Ну и Неймар самый дорогой 119. Закончится второй сезон и мы наконец-то стали чемпионами Франции. Суперкубок Франции тоже за нами. Кубок Франции выиграл Марсель, обыграв Гингам со счетом 1-0. Кубок Лиги Франции выиграл Лион, обыграв Анжар со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Ливерпуль со счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграл Атлетико Мандрит, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 3-2. Пассажи снова вылетели в 1-8, но теперь уже Ачелси со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Рома, обыграв в финале Шальки со счетом 2-1. Больше всех матчей за сезон провел Луис Густаво. Снова лучшим бомбардиром стал Неймар. Он же является лучшим ассистентом. Ну и Луис Густаво отыграл больше всех насухо. Самый минимальный рейтинг в команде у Макса Граделя 74. Ну и самый максимальный у Неймара 93. Больше всех за сезон прибавили Киллиан Мбаппе, Маркиньес, Кюрзова и Минги. Плюс 2. Снова больше всех за сезон потеряли Дани Алвес и Нальда по минус 4. Самым дешевым игроком в нашем клубе является Дани Алвес и его стоимость 3,2 миллиона. Ну и самым дорогим является Неймар 116 миллионов. Дани Алвес завершает карьеру в возрасте 36 лет с рейтингом 76. Также Джан Луиджи Буфон завершает карьеру в возрасте 41 лет и с рейтингом 88. Также Анхель Ди Мария покидает ПСЖ, переходя в Баварию свободным агентом. Ну что же, на замену Анхелю Ди Марию, Дани Алвесу и Джан Луиджу Буфону мы купили Флориано Товена, Джибрилла Стивибе и Стефана Руфье. За третий сезон и ПСЖ стал чемпионом Франции. Суперкубок Франции снова за ПСЖ. Кубок Франции выигрывает Леон, обыграв Аухер со счетом 2-1. Кубок Лиги Франции выиграл Леон, обыграв финале Ниццу со счетом 3-0. Суперкубок Европы выиграл Атлетико Мадрид, обыграв финале Рому со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв финале Атлетико со счетом 2-1. ПСЖ вылетели снова, а Челси со счетом 4-1. Лигу Европы выиграл Арсенал, обыграв финале Тоттенхэм со счетом 1-0. Больше всех матчей отыграл Флориан Товен. Киллиан Баппе стал лучшим бомбардиром команды. Он же стал лучшим ассистентом. Стефан Руфье отыграл больше всех насухо. Самый минимальный рейтинг в команде у Городеля 73. Самый максимальный у Неймара 93. Больше всех за сезон прибавил Ферланд Менди плюс 3. Ну и больше всех в рейтинге потеряли Тиаго Сильва, Нальдо, Кавани и Фалькао по минус 3. Нальдо является самым дешевым нашим игроком 3,2 миллиона. Ну и самым дорогим является Неймар 112,5 миллионов. Ну и Тиаго Сильва завершает карьеру в возрасте 35 лет с рейтингом 79. Также Нальдо в возрасте 37 лет с рейтингом 74. И Радамель Фалькао в возрасте 34 лет с рейтингом 77. Со следующего сезона нас покидает Кюрзова. Он переходит свободным агентом в Интер. Мюнье тоже переходит свободным агентом в Лестер. И Фикир свободным агентом в Шальке. Ну и Верати был куплен в Манчестер Сити. На замену Тиаго Сильва мы купим Хэмерсона. На замену Фалькао Мемфиса Депая. Вместо Лаюны Кюрзавы будет Джордана Мави. Вместо Мюнье Рафаэль. Вместо Фикира и Верати Кевин Стротман и Адриэн Рабьё. Закончится четвертый сезон и Пассажир снова чемпион. Суперкубок Франции проиграли Пассажир Леону со счетом 2-0. Кубок Франции выиграл Пассажир, обыграв финале Ниццу со счетом 2-1. Кубок Лиги Франции выиграл Бордо, обыграв финале Ниццу со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Унайтед, обыграв финале Арсенал со счетом 3-2. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Сити, обыграв финале Манчестер Унайтед со счетом 3-2. Пассажир вылетели в 1-8 от Манчестер Унайтеда со счетом 3-0. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв финале Милан со счетом 2-1. Больше всего матча отыграл Флориан Товен. Неймар стал лучшим бомбардиром в команде. Он же и стал лучшим ассистентом. Кимпэмбэй и Товен отыграли больше всех насухо. Самый минимальный рейтинг в команде у Макса Граделя 71. Ну и самый максимальный у Неймара 93. Больше всех за сезон прибавил Кимпэмбэ и Мбаппе плюс 2. Ну и больше всех потерял за сезон Дмитрий Пайет минус 4. Самый дешевый игрок в команде это Градель 2,1 миллион евро. Ну и самый дорогой Киллиан Мбаппе 126,5 миллиона. В следующий сезон у нас покидают из команды Глик и Дмитрий Пайет. Глика и Пайета мы купим Тило Керера и Ндомбеле. Итак, закончится последний сезон, мы стали чемпионами. Суперкубок мы проиграли по пенальте Леону. Кубок Франции мы тоже проиграли минимально. Но вот Кубок Лиги Франции мы выиграли с большим отрывом. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Манчестер Сити со счетом 3-2. Лигу чемпионов выиграл Мадридский Реал, обыграв в финале нас со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Атлетика, обыграв в финале Монако со счетом 2-1. Больше всех матчей за сезон отыграли Антони Лопес, Ндомбеле и Неймар. Неймар стал лучшим бомбардиром в команде и также лучшим ассистентом. И больше всех насухо отыграли Рабьо и Неймар. Ну и в конце нашего выпуска Килиан Мбаппе является самым молодым нашим игроком, ему 23 года. Ну и самым возрастным это Стефан Руфье, Сеск Фабригас и Эдин Санковани. Самый минимальный рейтинг в команде у Граделя 68. Ну и самый максимальный у Мбаппе 94. Больше всех за сезон прибавили Керер, Ндомбеле и Мбаппе плюс 2. И больше всех за сезон потеряли Сеск Фабригас и Эдин Санковани минус 4. Самым дешевым нашим игроком является Градель 850 тысяч. Ну и самый дорогой это Килиан Мбаппе 138. Ну что же друзья, вот так вот выглядит наша команда. Через 5 лет на воротах Лопес и Руфье. Слева Мэнди и Амави. В центре защите КМПМБ Маркинес, Джеммерсон и Керер. Ну и справа в защите Сидебе и Лала. В центре поля на Ндомбеле, Дракслер, Рабье, Луис Густаво, Стротман и Сеск Фабригас. Слево нападение Неймар и Градель. В центре нападения Депай и Кавани. Ну и справа Мбаппе и Тавен. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол Тожи. До новых встреч, друзья. До свидания.